Привет всем! Мы продолжаем. Я напоминаю, что репозиторий наш находится по такому адресу, где можно найти код от этого проекта и пошаговые бранчи на каждое занятие. Итак, сегодня мы поработаем над корзиной пользователя. Вот у нас есть товары, теперь у нас есть фильтр по категориям. Вот, и теперь будем давать возможность человеку добавить что-то в себе в корзину и эту корзину отображать. Так, я переключусь на свой API и начну с части по бэкэнду. Вот, смотрю, у меня сейчас есть три запроса. Значит, буду добавлять еще один по корзине. Ну, вначале, наверное, я все-таки начну... Нет, давайте я начну лучше с фронтэнда. Значит, по корзине мы должны где-то держать данные в корзине, да, с товарами, которые человек выбирает. Где их держать? Для этого лучше всего подходит сервис. Он здесь как можно лучше напрашиваться на это. Конечно же, можно было там хранить и где-нибудь типа Redux там привязать сюда, но это довольно сложно будет для новичков, для суммы. И проект не настолько большой, чтобы можно было здесь использовать такие технологии, как Redux. Вот, мы ограничимся простым сервисом. Итак, у нас, значит, есть frontend, src, app, значит, вот здесь у нас наш проект. Теперь я переключаюсь на другой терминал и буду создавать сервис. Значит, сервис я буду создавать, используя команду ng. Дальше я генерирую s-service и называю его basket. И в корневом... В горне проекта у меня появился этот сервис. Ну, можно было, конечно, его забросить внутрь приложения basket модуля. Ну, ладно, я уже тут сделал. Открою этот файлик. Вот он, пустой, пустой сервис. Теперь включу его в корневой модуль, который у меня app-module. Вот здесь вот. Я его импортирую. Импортирую и включаю, включаю в секцию импорт. Все, теперь у меня сервис доступен внутри моего проекта. Вот, теперь я должен определиться, каким образом у меня будет работать корзина. Ну, прежде всего я определю в этом классе какую-то приватную переменную basket, где у меня будет список с товарами, вернее, с ингодификаторами товаров внутри корзины. И далее мне необходимо создать такой некий объект, на который можно подписаться из любой точки моего приложения, и который бы способен был имитировать события внутрь подписчиков, уведомлять их о том, что что-то произошло внутри этого объекта, в данном случае добавлен был товар в корзину. И я выбрал такую вещь, как Behaviour Subject из поставки RxJS. Их там два, Behaviour Subject и еще один Reply Subject. Да, Reply Subject. Отличие в них в том, что Behaviour Subject, он принимает в качестве, ну, то есть он начинается с какого-то начального значения. Вот, то есть я должен ему значение по умолчанию задать. В данном случае значение по умолчанию у меня будет пустой список, пустая корзина. Вот, теперь я должен этот объект создать, Behaviour Subject, значит, я его создам прямо вот тут. Вот, я создам переменную basket, но я ее закончил, эту переменную, знаком доллара. Это принято так, у ангулярщиков, ну, наверное, не только. Этим долларом я обозначаю те объекты, на которые можно подписаться, то есть обзор был объект. Вот, и создаю новый объект Behaviour, и закидываю туда какой-нибудь массивчик, чтобы проверить потом его работу. То есть это начальное значение, потом я уберу и сделаю пустым. Теперь я буду набрасывать сюда методы работы с корзинами. Ну, и первый будет метод, это добавление чего-то в корзину. Этот метод будет принимать числовое значение, а единственная кваликатор товара. Вот, и здесь я, допустим, ну, пока я не добавляю, я просто переменной basket забрасываю туда этот, вот, ее переопределяю, забрасываю. Вот, и при такой логике, по сути, у меня в корзине будет храниться не больше одного идентификатора. Вот, и дальше я делаю вот, что я беру и вызываю функцию next, моего вот этого Behaviour Subject объекта, тем самым я имитирую события внутрь тех парней, которые на него подпишутся. Вот, и передаю внутреннюю вот эту приватную переменную basket. Таким образом подписчики получат мне, меняют у корзину. Вот, дальше я создам метод DelpharmBasket, который удаляет, ну, в данном случае я ничего не удаляю, просто возвращаю, опять же, имитирую события внутрь этого basket объекта. И сделаю пустышку метод SubmitBasket, ну, это, которая у меня будет эту корзину отправлять на сервер. Теперь открою главный мой компонент, app component, в котором я собираю всю страничку, в частности, собираю, ну, вот, так. Так, смотрю, что у меня все опустело, смотрю ошибку, я забыл включить этот сервер, сервис в главный компонент, ой, главный модуль, вот сюда, да. Так, я basket серверы симпортировал, а, еще я должен его добавить, конечно же, в провайдеры. Так, смотрим. Так, смотрю опять, сейчас еще раз посмотрим, так, ага, я отсюда, из импортов, естественно, basket серверы, сервис надо удалить, и так как это сервис, он входит в список только провайдеров. Так, извиняюсь, так, теперь, о, и вот я в этом главном компоненте собираю все вместе, центр, шапку, и вот в шапке я хочу теперь что-то по корзине добавить. Вот, поэтому добавляю, буду добавлять, буду в главный компонент, вот сюда, импорт, ну, далее мне нужно его добавить в конструктор. Вот так. Далее я определю переменную basket, внутреннюю, она будет публичная, я ее буду использовать в шаблоне. Вот, но эту переменную мне нужно будет определять, подписываться на сервис и ее переопределять, когда что-то, кто-то, что-то добавляет в эту корзину, и происходит событие, и попадают в функцию subscribe. Поэтому я делаю this basket service, this basket service, вот, вызываю вот этот basket с долларом, и подписываюсь, подписываюсь, передаю его анонимку, вот, говорю, там будет какие-то данные, вот, и, пожалуйста, мне присвой переменной локальной basket, то, что будет передано. Здесь она, внутрь этой анонимной функции. Так, все, теперь я могу попробовать добавить какую-то кнопку, ну, для начала могу просто вывести в шаблоне, где-нибудь, ну, сейчас, после каких-то годов, да, здесь вот, вывести, что у меня в basket, в формате JSON. Вот, я ожидаю увидеть 1, 2, 3, да, вот, я вижу здесь 1, 2, 3, то есть, это изначально инициализация, да, произошла, поэтому, все хорошо, переключаю сервис, убираю я баскет сервис, убираю я, баскет сервис, убираю тебя, 1, 2, 3, вставляю ему пустой списочек. Вот, теперь сделаю, что сделаю, сделаю метод добавления товара в корзину, да, вот, этот метод у меня будет сидеть уже в приложении, в модуле каталог. Каталог, у него есть тут компонент свой, вот, здесь у него есть метод получения списка каталогов, и будет еще один метод, который будет называться do add to basket, как я его назвал, так, вот, где я беру и вызываю функцию этого сервиса, add to basket, ну, подчеркиваю, он не потому, что этот сервис нужно, естественно, импортировать, и включить в конструктор, ну, вот, я его здесь импортирую, включаю в конструктор, так, вот, теперь этот метод принимает у меня один параметр числовой, теперь я должен к этому методу привязать кнопку, так, смотрю, ага, сейчас я, значит, открываю шаблон, шаблон этого лист компонента, вот, еще где вот у меня эти две кнопки, эта мне кнопка не надо, эту кнопку я говорю, что добавить добавить в корзину вот, и привязываюсь к событию клика пишу клик и присваиваю это все дело функции add to basket и передаю ей что, передаю ей модификатор продукта вот, и смотрю, что из этого получается так, ух ты так, 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 что-то он говорит о том, что да, о том, что не прошел валидацию шаблон дело в том, что здесь мне вот эти двойные не нужны потому как они там лишние вот, теперь у меня добавить в корзину тут у меня пусто сейчас я щелкаю и оп, четыре, пять, шесть, девять, ну, в общем, работает один теперь мне осталось только действительно добавить элементы в корзину причем проверяя, если они там или нет так, это у меня basket сервис будет вот эта функция add to basket ну, попробую я сделать еще одну функцию для того, чтобы проверить существует ли этот товар в корзине или нет вот, сделаю ее где-то вот ну, можно ее сделать вот так раз то есть, функция из in basket передаю сюда значение а здесь проверяю если индекс если он находит такое значение в списке, да, то эта функция index of будет возвращать мне что-либо больше единиц а если нет, то false да, ну, в принципе, можно было эту функцию переписать намного короче вот это где-то вот так вот то есть, сразу возвратить результат этого сравнения так итак, функция это у меня есть теперь я ее применю применю в функции add to basket вот здесь вот вот это я уберу и вместо этого проверю мою функцию если там что-то в корзине если его там нет то запушу туда модификатор проверим итак, сейчас у меня корзина пустая добавляю это двойка пошла тройка пошла четверка возвращаюсь еще раз двойка раз не работает это тоже, ну, работает в общем-то так как и я планировал так, дальше идем дальше переключаемся компонент и смотрим ну, я хочу сейчас добавить кнопку сюда в корзину вот, кнопку я хочу красивую с иконкой с бейджиком вот, поэтому включу два интересных таких маленьких маленькие библиотеки из поставки angular material возьму открою модуль каталога тут у меня есть кнопки карточки и еще добавлю две иконки и бейджики включу их в этот модуль так включил теперь я открою лист нет апп а стоп извиняюсь я не туда их включил я включил в каталог модуль а нужно мне было бы в корневой их включить поэтому я отсюда их уберу здесь использую открою АКП модуль тут мне они нужны будут и мат бейдж модуль так и теперь открою значит шаблон вон тут у меня профайл у меня баскет ну я пока профайл уберу не мешался так ставлю только то что работай и вот у меня вот эта кнопка с корзиной так и напишем корзина корзина я эту кнопочку немножко разверну так вот для удобства потому что она потянется у меня вот и буду сейчас добивать в эту кнопку разные атрибуты директивы логику внешний вид позицию цвет и так далее значит буду эту кнопку как-то приводить в порядок и так ColorWarn давайте ColorPrimary так Primary дальше я буду строить условия 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 у нас строится звездочка ng if условия я хочу сделать так чтобы у меня отображалась эта кнопка только если длина этого массива больше нуля проверяю и так сейчас у меня нулевой массив я ничего не вижу добавляю tuns появилась корзина и 5 элементов а из все отлично условия сработало дальше я хочу вывести бейджик дальше я вывожу где ему этот бейджик мне влепить скажу что это бифу ну я использую вот эти стандартные не стандартные а принятые их не директив их можно в документации посмотреть так и дальше я ему определяю цвет определял определял цвет и повешу на него иконку ну например перед словом корзин здесь специальным тегом от icon и посмотрю как эта красота у меня сейчас будет выглядеть опять добавляю в корзину вот вот моя корзина бейджик и пошли добавляться так ну уберу я эту ерунду сбоку так и посмотрю при клике на корзину я перехожу в компонент корзины компонент модуля корзины вот и в этом компоненте я хочу что я хочу взять и попросить сервера всю информацию о тех товаров которые у меня в корзине сейчас у меня там только идентификатор мне бы хотелось получить полную так сказать весь список прогласить вот поэтому мне это нужно сделать теперь в бакенде закрою все это дело открою бакент prg market views то есть мне нужна вьюха вот вьюха новая вьюха скажем так и скажем баски так теперь что я в этой вьюхе буду делать первую сначала то что буду использовать ну вот так сразу оп вот столько использую часть из этого еще пока не существует часть первую часть я использую библиотечную вторую часть мою значит продукты есть сериализатор у меня пока его нет продукт сериализатор сейчас тоже его надо будет либо перенести либо ну он у меня есть я сейчас посмотрю в папке сериалайзер категории да у меня этих продуктов тут нет значит тогда я возьму создам продукт пиво и сюда перенесу сериализатор по продуктам так находится он у меня наверное в продакции то есть у меня сейчас сериализатор внутри южки это нехорошо вынесу вынесу сделаю его сюда и с импортом с импортом вот сюда я его забросил вот теперь здесь чтобы ничего не поломалось я импортирую маркет сериалайзер продакт 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 сериалайзер вот так он будет несколько нестандартный вот то есть этот сериализатор описывает заходящий постом список список значит сейчас я покажу как его можно сделать новый файл пишем basket py вот в нем я делаю импорт и объявляю класс basket сериалайзер basket request сериалайзер наследуюсь его от базового сериалайзера и определяю переменную ids вот эта переменная имеет такой особый тип list field то есть это список и внутрь списков переменной child я говорю что это будет у меня список целых чисел с минимальным значением 1 вот так вот просто я сделал этот сериалайзер так то есть у меня одно поле а внутри список да теперь значит будем делать класс view и такой класс будет дальше я могу описать сделать какое-то описание doc string для того чтобы он у меня пошел документацию свагер вот дальше я разрешаю всем использовать этот этот урок я объявляю permission classes allow any для всех людей даже не для зарегистрировано не авторизировано вот и что и мне теперь нужно перепределить один метод пост так как я буду передавать это постом self request ну в общем сюда заходит что-то ну мне понадобится request потом чтобы получить идентификатор итак что я буду дальше делать в этом посте я сформирую какую-нибудь переменную out которую буду наполнять наполнять я буду ее в цикле в цикле я пишу значит закручиваем цикл for какой-то item in вот и что я должен делать теперь я должен выхватить из request из request то что он содержится в поле и ds я пишу request у него есть такая интересная переменная как data и внутри я могу написать ключ и ds вот напоминаю что и ds у нас сериализаторы вот здесь вот сидит так итак я побежал по этим айдишникам и делаю out наполняем аппадом делаю аппенд вот аппенд мне нужно уже просериализировать на мою про мой продукт продукт то есть продукт я должен заключить объект продукта и получить gson через data то есть вот тут я должен выбрать продукт из базы значит я беру модель продукт модель дальше object object manager модели и дальше функция get она получает один элемент по первичному ключу и вот в цикле попадает все теперь я заполнил и я его могу смело ретернить вот тогда нет не так тут я должен возвратить объект response то есть вот этот от класса response и вот этот out забросить внутрь так ну вроде как все в порядке можно а нет не все в порядке теперь так ну во первых я смотрю у меня отвалился сервачок что такое категории сериал где 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 продукт сериаль продукт это у меня в сериализаторах проблема продуктах проблема здесь у меня он ищет категории и под категории значит это у меня они сериализаторы лежат рядышком я их надо импортировать так from market так этот и этот так дальше проблема опять сериализаторы в одиннадцатом продукт ага еще нужно модель все смотрим дальше все все отлично и что по сути я здесь должен ничего нет теперь у меня ругается значит свагер такая интересная вещь он тоже перед тем как запуститься и все это мне отобразить он еще как-то внутри там что-то инспектирует и что пишет вечер но я хочу посмотреть что это действительно за ошибка наверно в консоли будет что-то подробнее да в консоли я вижу что-то типа схема класс стопа па 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 что то я мне кажется что у меня их так как то они задвоились посмотрим значит продукт сериалайзер посмотрю я в бьюху для начала загляну по продуктам так так тут вроде все хорошо а нет у меня категория сериалайзер зайду в категории тут так вот они два у меня бойца которые тут абсолютно лишние потому что я их вынес сериалайзер здесь они там и там и мне слагер говорит что нет дружище тут у тебя дубляж так что давай думай что то значит я их отсюда удаляю здесь их просто проимпортируем один второй проверяем о теперь все хорошо но у меня как бы не появилось еще одно не объявил не появился раутинг поэтому мне надо этот раутинг добавить открою раутинг скопирую последний ставлю продукт лист будет баскет лист баскет лист импорт смотрю значит ну во первых я не вижу здесь если я захочу попробую я не вижу параметров ничего не могу попробовать ничего сюда ввести поэтому сейчас это надо будет дело исправить перейду в view basket здесь вот чтобы сюда это добавить мне нужно немножко продекорировать вот этот метод пост задекорировать его с лагерскими штучка значит с лагерской здесь лагерским декоратором называется он свагер ауто схема здесь я его предварительно импортнул но не использовал сейчас туда я его здесь сейчас буду декорировать вот и в этот декоратор я помещу request buddy в который подкинул сериал сериализатор для который у меня уже определен вот и теперь я обновлю страницу и у меня должно быть сериализатор должен подтянуться тогда вот он подтянулся описал какие параметры заходят так как то почему там еще и в ответ что ну да бог с ним ладно главное что я теперь могу попробовать что-то сюда завести вот идея какой нибудь товар например 1 2 и нажать эксекьют бум вот я вижу что вот такой вот балалайку продукт начинку эрида знаток здесь но это значит что он попытался под забрать этот продукт базы данных и поэтому идентификатор он нифига не нашел эх ты какая неприятность ладно посмотрю я в админку зайду в админку товары посмотрю какой-нибудь подсмотрю какой-нибудь идентификатор например вот 668 и заедем вакуумные пакеты пищевые так а ну запальщик запальщик у нас 667 добавляю добавляющего запальщика ну все отлично все замечательно теперь могу переключиться на фронтенд и вот когда человек шлепает на каталог он не на корзину вот здесь запросить информацию да вот запрашивать информацию я буду по из ну сервис использовать у меня есть специальный сервис api сервис который не отдает отдает где объекты observable и которые запрашивают информацию из сервера так пока я закрою всю эту кухню и открою этот сервис api сервис так у меня тут парочку есть сейчас будет третий метод назовем get basket info вот этот метод будет принимать параметры вот а потом из этих параметров я сформирую объект дэйта вот подброшу его ну сделаю из него объект и ключом и ds эти параметры которые будет сидеть список и потом постом передам эти данные на уру basket list ничего такого сложного теперь перейдем в компонент basket наконец-то наконец-то зашли basket вот он так он выглядит напишу что это корзина моя и открою его компонент вот он компонент теперь я импортирую два сервиса api сервис для того чтобы запрашивать сервис и basket сервис для того чтобы подконнектиться к корзине так теперь мне нужно это все дело заключили добавить конструктор добавляем это все конструктор и в самом конструкторе будем делать запрос но для начала я объявлю переменную basket здесь которая у меня пойдет шаблон скажу что по умолчанию пустой и теперь я использую this api сервис api сервис в нем есть уже метод get basket info вот в этот метод принимает список так как мы помним ну я могу сейчас пока за хардкодить я тут вызывал какие ну вот эти два сейчас закину список и потом я подписываюсь subscribe передаю ей анонимку data и теперь я переопределяю локальную переменную basket присваиваю ей переменную data так что такое почему красная ага ну здесь он под типом он мне предлагает использовать any хорошо скажу что это то есть он дат не знает структуру этих данных так 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 ну все теперь у меня должны корзина всегда состоять из этих двух товаров переключу себя в шаблон выведу то что у меня находится переменной basket ну это переменная сложно поэтому пропущу ее через пайп через трубочку джейсон чтобы красиво наблюдать все так теперь переключаюсь раз ох вот она моя корзина появилась все замечательно и мне теперь осталось что мне теперь осталось вместо вот этого подсунуть реальные данные вот для этого я использую basket service и здесь определю еще одну один метод который бы мне возвращал текущие текущие текущую корзину этот метод довольно прост просто get basket и возвращаю вот эту внутреннюю переменную приватную я могу ее сделать конечно публичной и не пользоваться этим методом но вроде как так правильней итак мне теперь появился get basket а появился он в сервисе basket service get basket все теперь смотрим как это работает итак переключаюсь на каталог добавляю коньяк еще один коньяк ну и что нибудь из животноводства вот это вот у меня три элемента захожу в корзину вижу что эти три элемента выглядят конечно они не сильно сейчас я их буду приводить в порядок вот я воспользуюсь тем как оно выглядит в каталоге чтоб ничего сам не придумывать вот у меня в каталоге есть разворот всех этих ну отображения каталога продукции так же самое я выведу их и в корзине но только буду тянуть его не с так продукт резолс а с переменной баски и то и то у нас список поэтому так обновляю но я не думаю что сейчас оно все будет работать так ну тут у меня говорит о том что маткарта в общем теперь мне надо перетянуть сюда все материалы материальные библиотеки так из модуля каталог вот этот флекс материал дизайн все это должно быть и в баскет модуля добавляем их сюда тоже и добавляем их сюда тоже так теперь у меня должно быть чуть-чуть получше ситуация о получше так еще раз добавляю что нибудь раз щелкаю оп о ну это гораздо лучше все выглядит ну еще можно потянуть стиле на всякий случай стиль у нас здесь перенести стиль еще в баскет ну все теперь я могу что теперь могу убрать из шаблона вот эту ерунду откладочную так скажем и наслаждаться наслаждаться как это все работает добавляю тук тук смотрю о похоже похоже теперь осталось тут удалить из корзины из корзины из корзины ну я не думаю что это сужая применим применим внимание если мы примем внимание все что я только ну рассказал уже то я думаю ни у кого не будет проблем эту функцию сделать самому скажем ну я сделаю так заглушку да да туды дуду дудал 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 баскет такое да что дудал баскет здесь передаю айдишник теперь эту функцию я должен определить где правильно в компоненте вот тут раз вот тут вот тут и принимает она параметры идей которые у нас номер и вот здесь вот теперь я должен как то вызвать ну сервис это мне описали сейчас пока у меня не нужен баскет сервис так не модуль а сервис у меня есть ага есть вот делфрам баскет только единственное что сюда надо ID передать вот вот и что и вызвать эту функцию отсюда баскет сервис баскет сервис что такое компонент лист компонент в строке 30 делфрам баскет переходим странно перегружу сервер смотрю что все таки есть у меня какая то какой то косяк лист компонент 30 а я забыл сохранить сервис вот елки да я забыл сохранить этот файл вот и так подведем итог теперь у нас есть корзина мы теперь можем добавлять что то в корзину переходить и смотреть единственное что если нажму f5 конечно конечно же моя корзина пропадет потому что все нафиг поломается ну почему пропадет да потому что все сервисы все компоненты при перегрузке страниц они уничтожаются и уничтожаются все данные которые они содержат поэтому если по хорошему то корзину бы надо хранить где нибудь в другом хранилище например в session storage или в local storage но я бы предпочел local storage чтобы корзина у меня сохранялась даже если я закрою браузер или вкладку ну я думаю это уже можно самостоятельно вам сделать на сим разрешите откланяться спасибо за внимание ах да подписывайтесь и ставьте лайки конечно пока